Откровение, глава, шестая И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри», и вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «Хиникс, хлебшеницы, задинарий» и три хиникса ячменя задинарий, елея же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя — смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?